Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Сегодня четверг. Встречаем новый день вместе с программой Утренний Фрэш. Как всегда, о культурных событиях Гомеля и других интересных событиях и фактах расскажу вам. Я, меня зовут Александр Лупиненко. Еще раз всем доброе утро. Сегодня на территории Гомельской области будет облачно с прояснениями, прогнозируется сильный дождь. Днем столбики термометров покажут всего 12 градусов. Ветер юго-западного направления скоростью до 5 метров в секунду. В продолжение темы. Вторая половина этой недели будет чуть более прохладной, чем уже хотелось бы. В частности, сегодня днем температура воздуха по стране составит в среднем 15 градусов. В конце недели осадков прогнозируется немного, но жарко все равно не будет. Завтра днем преимущественно без осадков. Воздух прогреется в среднем до 16 градусов. Начнем выпуск с информации о некоторых актуальных выставках в областном центре. В библиотеке имени Герцена еще можно познакомиться с экспозицией полотен вышитых узор. Гомельский мастер Светлана Корбут представила вниманию работы, выполненные в технике гладь. Это сюжеты, вышитые по мотивам известных живописных картин, а также работы сельской и городской тематики. Посетители смогут узнать некоторые секреты, известные только мастерицам вышивки. Вход на выставку свободны, а желающие могут также познакомиться с работами, не выходя из дома на сайте библиотеки и на страницах в социальных сетях. А во дворце Румянцевых и Паскевичей открыта выставка работ художника Геннадия Говора. Посетители могут увидеть графические и живописные произведения. Отмечено, что автор обладает оригинальным видением и уникальными решениями тем и сюжетов. Его работы гармонично дополняют друг друга. Этого удается добиться благодаря авторской манере исполнения. Сочетание изобразительного и поэтического языков стало оригинальной основой творений Геннадия Говора. Планируется, что выставка будет работать до 24 мая. Желающие смогут познакомиться с многообразием использования и декорирования стекла и металла. Сегодня в 15.00 во дворце Румянцевых и Паскевичей состоится презентация выставки «Звонкие, как стекло» и «Блестящий, как металл». В экспозиции предметы из собрания музея-дворца. Посетители увидят посуду и украшения, часы и осветительные приборы, принадлежности, декорирование интерьера, мебельную фурнитуру и еще много интересных вещей, изготовленных из этих материалов. Два объединения по интересам областного дворца творчества «Юный мультипликатор» и «Мир красок» создали мультфильм «Ко дню победы. Воспоминания». Это небольшой рассказ о ветеране. Мультфильм начинается с того, что главный герой заходит в комнату и включает телевизор. А в новостях говорят о том, что Беларусь отмечает 75-ю годовщину победы. И тут ветерана охватывают воспоминания. Частью мультфильма стали более тысячи кадров. На работу ушло два месяца. Итог – победа в республиканской выставке-конкурсе детского творчества «Салют Победы-75». Далее немного о театре. К 75-летию Великой Победы областной драматически готовит онлайн-премьеру спектакля «Небесный тихоход». Это новая постановка о любви и чувствах, которые помогают преодолеть тяготы войны. По сюжету трое друзей фронтовых летчиков дали друг другу слово – не влюбляться до конца войны. Но что делать, если обещания способны раствориться, когда на горизонте появляются прекрасные девушки? Да, не просто девушки, а почти ангелы. И крылья у них есть. Их верные самолеты, небесные тихоходы, легкие ночные бомбардировщики У-2. Онлайн-премьера спектакля состоится 8 мая на официальном YouTube-канале Гомельского областного драматического театра. К другим интересным новостям. Во время археологических раскопок на юго-западе Китая были обнаружены тысячи артефактов периода династии Мин и Цин. С ноября прошлого года на территории трех культурных памятников нашли более 900 небольших реликвий и свыше 10 тысяч фрагментов строительных материалов. По словам археологов, отложения пластов и найденные культурные ценности говорят о том, что все объекты относятся к периоду 1368-1911 годов. Благодаря этим находкам ученые смогут лучше понять условия быта местных жителей, социальной структуры и городской архитектуры. Владельцы котов нередко сталкивались с тем, когда их питомцы глубокой ночью начинают буквально разносить квартиру. Одна девушка поделилась своим вариантом решения этой проблемы. Она рассказала, как на пару часов перед сном занять кота, чтобы спокойно уснуть. Итак, когда девушка ложилась спать, она слегка смачивала теплой водой хвост своего любимца. И тот начинал вылизывать себя, что дает пару часов тишины. За это время можно крепко уснуть и не отвлекаться на усатого. Однако, применять такой метод стоит, если хозяин четко уверен в том, что характер кота не мстительный. Ученые давно занимаются изучением способностей животных положительно влиять на состояние здоровья человека. Так какие же питомцы оказались наиболее полезными? Во-первых, это кошки. Об их умении исцелять известно уже очень давно. Способность этих животных налаживать сердечный ритм и кровяное давление доказана научно. Общение с котами позволит избавиться от плохого настроения и депрессии. То же самое ученые говорят и о собаках. С ними нужно гулять на свежем воздухе, что в целом оказывает хорошее влияние на организм человека. И еще одним излечивающим животным является лошадь. Даже существует практика такой терапии. Специальные занятия с лошадьми помогают лучше развиваться детям с аутизмом. В сети набирает популярность ролик, в котором показана вся вредность одного попугая, как аду. Три кота отдыхали на свежем воздухе, лежа на качелях во дворе. За их спокойствием и наблюдала птица. Сначала она делала это издалека, но вскоре решила зачем-то прогнать усатых с нагретого места. Те пытались противостоять, но попугай был настойчив. В итоге качели опустили, а наглая птица добилась своего и просто улетела. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная и культурная темы раскрываются через конкретных героев, работников местных хозяйств и сфер услуг, сельских учителей и школьников, работников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 19.35. Ну а по вечерам, как всегда в нашем эфире, программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность приятно провести вечер дома у телеэкрана всей семьей. Звоните в студию, присоединяйтесь к нашему разговору и делитесь вашими историями. 9 мая – день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» телемарафон «С Днем Победы». В прямом эфире с 10 до 15 часов вы сможете передать свои поздравления с праздником Победы. Оставляйте сообщение на наш вайбер номер телефона плюс 375-33-3422-430. В каждой беларусской семье есть своя история с войны, а в семейном альбоме – фотографии тех лет. Откройте свой семейный альбом, найдите там военные фото и станьте участником нового проекта телеканала «Беларусь-4», посвященного 75-летию Великой Победы. Пришлите эти фотографии на программу «Добрый вечер, Гомель» и мы покажем эту историю в прямом эфире праздничного телемарафона на телеканале «Беларусь-4» в День Победы 9 мая. Присылайте свои истории с описанием и истории до 8 мая. Расскажите всем, как ваша семья внесла вклад в общую Великую Победу. Это был «Утренний фреш». Я Александр Лупиненко. Желаю вам весны в душе. Пусть доброе утро сделает добрым весь предстоящий день.